Привет, дорогие друзья! Вашему вниманию представляется обзор препаратов Аминозол, Экофуз и Биодукс. Аминозол – мясное меню. Не говорите вегетарианцам, что это удобрение из продуктов животного происхождения могло употребить их любимое авокадо. Препарат содержит 9% азота и 55% аминокислот. В препарате меня заинтересовали аминокислоты аланин, аргинин и фенилаланин. Аланин и аргинин повышают холодостойкость. Фенилаланин – предшественник лигнина. Содержание этих аминокислот в препарате приличное. Аланина – около 8%. Аргинина – около 7%. Фенилаланина – 2,41%. Нельзя сбрасывать со счетов и другие аминокислоты в препарате. Так, устойчивость к стрессам дают пралин, валин, лизин, глутаминовая кислота и цистеин. С этим препаратом все понятно. Применять весной по инструкции. Экофуз – меню из водорослей. Исходным сырьем для производства этого удобрения является бурая водоросль. Фукус пузырчатый, добываемый в акватории Белого моря. Водорослевый концентрат содержит более 40 микроэлементов, в том числе йод, селен, кремний, витамины, аминокислоты, фитогормоны и другие биологически активные вещества, включая уникальные альгиновые водорослевые кислоты, убирающие любую экологическую грязь из растений. Производитель сообщает, что осеннее внесение препарата 50 мл на 10 л под многолетние культуры значительно повышает их зимостойкость и способствует быстрому развитию весной. Интересно, что картофель, выращенный на Соловецких островах с помощью фукуса пузырчатого, долгое время противостоит осенним заморозкам. Его ботва остается зеленой даже тогда, когда на соседних, неудобренных участках она уже почернела. Меня немного смущает содержание азота 1,8%, который, видимо, улучшает усвоение других компонентов удобрения. Поэтому я обдумываю применение кафуса для плодовых в период применения этиленпродуцента, или совместно с ним, чтобы максимально исключить любые предпосылки провоцирования роста деревьев и кустарников. Биодукс. Грибное меню. Считается регулятором роста. Это комплекс биологически активных полиненасыщенных жирных кислот гриба Морте и Релла Альпина F1134. Препарат нацелен на стимулирование иммунитета растений против грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. Период защитного действия в течение 30-60 дней. Также препарат повышает содержание белков, сахара, флавоноидов. Повышает устойчивость к холоду. В биодукс присутствует линоленовая кислота. Она идет списком жирных кислот, разделить которые чрезвычайно трудно и которые очень похожи по своим свойствам. Если бы я не был оптимистом, я бы сказал, что той же линоленовой кислоты в композиции препарата может не оказаться вовсе. Сам раствор для опрыскивания готовит концентрации, которая может варьироваться в 5 раз. Что при максимально допустимой концентрации повышает шансы линоленовой кислоты быть замеченной со стороны растения. Из линоленовой кислоты осуществляется биосинтез жасмоновой кислоты. Сама же жасмоновая кислота участвует в сложном процессе, приводящем к увеличению продолжительности глубокого зимнего покоя и повышению морозостойкости древесины и плодовых почек. Мононенасыщенные жирные кислоты – это жирные кислоты, молекулы которых имеют единственную одну двойную связь между соседними атомами углерода. Если таких связей больше, то кислоты называются полиненасыщенными. Адаптация растений к низким положительным температурам обеспечивается различными генетически закрепленными механизмами. Устойчивые растения по сравнению с неустойчивыми отличаются большей долей полиненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов мембран, таких как линолевая, линоленовая. Это сохраняет подвижность мембран при низкой температуре и предохраняет от разрушений. Чем больше двойных связей, тем выше текучесть мембраны. Линолевая кислота имеет две двойных связи. Линоленовая кислота имеет три двойных связи. В препарате Биадукс преобладает арахидоновая кислота, имеющая целых четыре двойных связи. Простой пример – растительное масло. Оно состоит из жирных кислот с ненасыщенными двойными связями. Поэтому имеет жидкую консистенцию, в отличие от твердого маргарина, состоящего в основном из насыщенных жирных кислот. Мое предположение, что именно арахидоновая кислота и обеспечивает такое описанное свойство препарата Биадукс, как адаптация растений к холоду. Другое свойство препарата – повышать содержание белков и сахара – явный признак повышения зимостойкости. Ученые специально выводят трансгенные растения, обладающие повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот и ярко выраженной холодоустойчивостью, чтобы они хорошо росли при низких положительных температурах. Мне кажется, что препарат Биадукс может быть перспективен в плане продления осенней вегетации, с целью продления периода активного взревания древесины, плодовых деревьев и кустарников. К сожалению, я не знаю, какие дозы полиненасыщенных жирных кислот нужны растениям для именно выраженной холодоустойчивости. Если для достижения подобного эффекта им будет достаточно однократной обработки препаратом Биадукс, то можно предположить, что в условиях Подмосковья эффект будет как перенестись на одну зону морозостойкости южнее, а сам период эффективного взревания коры и побегов увеличится на несколько недель. В условиях Подмосковья склоняюсь к обработке этим препаратом плодовых деревьев и кустарников после первой осенней обработки силиплантом, запускающим процесс возревания побегов, или примерно 1 сентября, если обработок силиплантом не было. Вообще, как я понял, такой состав препарата Биадукс обусловлен штаммом Мортерелла Альпина ВКПМ-Ф1134, специально выведенным под задачи защиты растений, более того, зерновых культур. Нельзя исключать, что аналогичные препараты для целей, например, повышения морозостойкости плодовых деревьев и кустарников, из других специально выведенных штаммов того же гриба могут иметь в своем составе другое разнообразие жирных кислот. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.